Всем привет, мои чекули, мои красотули, мальчикули-бамбули. Я вам хочу сегодня рассказать, почему у меня панические атаки, почему я не снимаю видео и почему я ни с кем не хочу общаться. Для того, чтобы сушить меня 10 минут, пожалуйста, сделайте себе чай. Я себе сделала чай с лимоном и кинула, конечно же, имбирь. Ну вы так поняли, что я на работе? Ну и вам расскажу, почему от меня не отстают же мои панические атаки. Вся правда я вам расскажу. Девочки, мальчики, если я вам начну рассказывать, вы будете говорить, ну а почему ты вышла замуж, а почему ты это, а почему это. Если я знала, где упасть, я бы, конечно, туда постелила бы соломку, чтобы не больно было. Значит, честно говоря, я сейчас себя чувствую как бы несчастливым человеком. Не знаю почему, но я хочу только благодарить Бога и попросить о помощи, чтобы у меня было здоровье, честно, потому что я так поняла, что я без здоровья никому не нужна. Дело в том, что меня бесит бывшая жена моего мужа. Конечно, я когда с ним познакомилась, они уже три года как официально были разведены. Но есть такие вещи, которые мой менталитет не дает мне в голову, как это все понять, как, я не знаю, я чувствительный человек. Например, когда мы только начали с ним жить, да, у нас было по-другому. Это у всех так, когда только женится, когда только любовь моряков, там, дорогая, тихонечко, впереди ямочка, как только помолвленный, ты что не видишь, впереди яма. Как поженились, да, слышь, ты, блин, ты что не видишь, впереди яма. Это у всех так, я не верю, что нет такой семьи, чтобы не было скандала. Так что у меня другая ситуация, потому что я здесь одна, и я действительно одна, и мой сын что, ему 20 лет, но он для меня маленький ребёнок, и я его не хочу всовывать, конечно, в свои эти неприятные, короче, неприятные мои эти, короче, ситуации, да, ситуации. Значит, она ему говорила, а, сними фото её, свадься по собой, имей уважение к ребёнку, да, да, я это промолчала. А, сними её фото с фейсбука, потому что имей уважение к твоей дочери. Но есть такие вещи, да, что он говорил, не говорил, я делаю так, как я хочу, да, я бы хотела по этому услышать. А он говорил, а, а ты тоже кидаешь твоих женихов, там, ещё что-то. В общем, почему у меня вот именно ненависть к ней? Честно, я, как женщина, её ненавижу. Почему? Потому что я не люблю неблагодарных свиней. Почему она свиня? Она свиня, потому что, когда на поиск женихов было тот-не-то, 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 вот я высматривала своего ребёнка, да, её ребёнка там вычёсывала от вши, короче, одевала, делала, короче, косички, да, всё делала то, что её ребёнок хотел. И тут, получается, когда мы только хотели пожениться, она, конечно, его отговаривала, говорила, что не женись на ней, она иностранка, да, она съест все твои деньги, ну, ладно, это женская ревность, ничего страшного. Но она видит, что это не помогает, но хотя, честно говоря, перед нашей свадьбой, если сказать свадьбом, перед свадьбой была радостная какая-то или какая-то вещь, нет. Я перед свадьбой, конечно, понесла очень большой стресс, потому что оставалось всего лишь вот такую капельку, ну, чтоб я, короче, отменила свадьбу. Но почему-то у меня тут появилась женская солидарность и ревность, да, и сказать, нет, а вот на зло тебе всё это будет, да, потому что она ему там говорила, да, не женись на ней, ты ребёнка не увидишь или ещё что-то, да, это я вам кратко, и он эту всю злость на меня гнал, он как бы искал маленькую причину, да, чтоб ругаться со мной, и он мог возле моих подруг говорить, вот я на тебе не женюсь. И это было так больно, что он выпивал две бутылки пива, да, и говорил, что там я на тебе не женюсь. Я, короче, это всё перенесла, но не перенесла, не перенесла то, что она на меня суд подала, потому что мой ребёнок помогал смотреть ихнего ребёнка, когда, ну, дочку там, дочка с папой, когда его там каждые 15 дней, дочка должна была ночевать у нас, да, мой сын помогал нам. Ну, и она для разнообразия или для нервов, короче, просто взяла, ему сказала, что типа мой сын показал его дочке, как мальчики-девочки, короче, ну, так поняли, делают динь-динь. И мне не понравилось, что он поверил. Я сказала, что этого не может быть. Самое главное, что Малая говорила, что такого не было, только они смотрели по Ютубу какого-то блогера, у Матюкаласа мой Малый просто выключил. Больше ничего. Малая так говорит. Значит, она подключила своего отца и начали говорить, вот, сын этого, этой женщины, показывала твою дочку, как надо, в общем, динь-динь делать. Потом её мама. Ну, короче, вот это выводили, и я одна, я одна. Потому что он как бы верил. Я ему говорила, ты что, её веришь, да? Он говорил, ну, понимаешь, моя дочка не врёт, и если это правда, ты знаешь, наши дороги расходятся, да? Я ему говорю, да, пожалуйста, пускай расходятся, но это неправда. Значит, когда потом пошли, посмотрели в ресторан, к свадьбе, да, и так получилось, что мы по дороге ехали забрать его маму, потому что мы попросили его маму, чтобы она пошла со школы, забирала ребёнка. Значит, когда я подошла к машине, а, когда я сидела в машине, она подошла, и, короче, начала вот эта пена сорта, и начала вот именно на меня орать, и возле своего ребёнка. Мне это стало неприятно. Я ей говорила только одно, не трожь моего ребёнка, что мой ребёнок этого не сделал, и осторожно, потому что за твои слова ты можешь, просто говорю, могу на тебя суд подать, за то, что ты моего ребёнка винишь в том, что он не сделал. Ну и она вот эта ко мне идёт, знаешь, вот чуть ли не знаю, вот на мне не садится. Я её предупредила два раза, конечно, она, нет, ну, просто я её шлёпнула по лице, да, и потом у меня истилька началась, я её просто хотела словить и просто так сделать, чтобы она просто уже забыла вообще. Ну и она воспользовалась этим, короче, ну и на меня суд подала. Ну, она, конечно, в суде соврала, сказала, что я её лицо поцарапала, ну, хотя я и не царапала лицо, просто так ударила, сказала, так, ну, не так, ты знаешь, как так, а вот встань от меня, вот так как бы. И, конечно, был суд такой, как будто я кому-то там сделала, ну, не хочу именно это слово сказать, да, кому-то я сделала больно, ну, потому что суд был, три судей, микрофоны, короче, да, слово тебе пока не дали, не имеешь права говорить. Ну, и, короче, когда суд закрывался, суд, ну, в том плане, что не было ничего, никакой агрессии, ничего, ну, и она тут говорит, извините, она мне поцарапала лицо, ну, и тут судья говорит, а где бумага про то, что ты от медика принесла, да, от больницы, что тебя поцарапали, она говорит, дома, ну, мне понравилось, как судья ей сказала, там, так, значит, так, заткнись и сиди слушать дальше. Ну, она проиграла суд, слава Богу, потому что этот суд, кто проигрывает, тот и платит, да, она где-то может за этот суд, что нас обратили внимание, 15 минут, и это был такой суд, другой суд, да, ну, где-то минимум стоит 500 евро, так что она проиграла этот суд, и она сама заплатила, да, потому что здесь так, кто суд подает, если она выигрывает, конечно, да, то должна платить я, ну, а так, в общем, она заплатила, потому что она проиграла. Но дело в том, что я не могу, вот, привыкнуть, что кроме меня есть какая-то женщина, которая, вот, именно манипулирует мужем, да, вот, например, я была больная, короче, у меня еще слабость, да, я пью таблетки для поддержки организма, и тут его, короче, бывшая жена ругается с женихом, все, она в поисках, вот, ну, в таком плане она мне нравится, что вот она сегодня поругалась с женихом, она же все в субботу ищет другого, то есть у нее такого нету сесть, да, как мы, например, плакать, вот он меня оставил, вот, короче, как я буду жить без него, нет, вот в том плане она молодец, что она быстро пум-пум и начинает искать другого, ну, и она тут в среду, короче, говорит, все, короче, ты должен, короче, забирать ребенка в среду оставаться, ну, чтобы она оставалась ночевать, ты приводишь ее в школу, короче, а я должна свою жизнь устраивать, и мне нужно, как бы, больше времени для себя, я это все понимаю, но дело в том, что когда мы только с ним встречались, он каждую среду ходил за своим ребенком, да, он так и делает, например, если он не забирает ночевать, потому что малая, где живет, школа два шага, а от нас надо поменять 10, ну, 10, короче, остановок метро, чтобы везти ребенка в 7 утра в школу, да, а потом оттуда еще пешком, просто жалко ребенка, чтобы будить ее, короче, и так рано, чтобы повезти, короче, ее в школу. Ладно, не в том плане, значит, она в среду. Он знал, он, в чем меня бесит, что он со мной не советуется. Вот, например, он привел, я пришла домой с работы, да, у меня слабость еще, и смотрю, его малая в температуре, короче, с вирусом, и я ему говорю, а что тут малая делает? Ну, ты знаешь, что она сейчас ищет жениха, и мне говорит, что ей нужно свое пространство, что она хочет жить спокойно, что ей ребенок мешает, но что надо забирать каждую среду ночевать. Я говорю, а что ты мне не сказал? Потому что у меня органист слабый, и она с новым вирусом обратно приходит. Ой, Алина, понимаешь? Га, я понимаю, но советуйся со мной. Алина, скажи, вот так, что делать, как делать? Ну, не знаю. Ну, короче, и малая меня обратно вирусом этим дает, у меня начинается вот, сильно горло болит, короче, у меня слабость, у меня все тело ломит, и у меня вот это всю неделю я, конечно, пролежала, девочки, мальчики. И у меня бывают панические атаки в том плане, что я могу сидеть ни с того ни с сего плакать, вот жалуюсь на жизнь, что я несчастлива, потому что есть вещи, которые меня вот убивают. Например, я неделю дома в температуре лежала, да, я ему говорила, сделай там, что собака сожрал вот этот сокол, да, вот это, что к двери ложится, вот такая херня. Он мне говорит, ты дома была, а ты и сделай. Это хотя мужская работа. Или там собака на стене дырку сделала, замажь, говорю, и покрасим. Он говорит, вот ты дома была, ты и сделай. То есть давай покрасим, потому что все эти стены, короче, собака поцарапала, и все лапки, короче, давай перекрасим, давай уберем комнату твоего ребенка, давай наймем кого-то, чтобы собаку приучил, чтобы дома не писал, да, хотя собака это для его дочки была. И он все на мне, вот я, я должна красить, я должна вот это, я. И вот это меня бесит. Почему? Когда она тебе говорит, так, ты должен прийти ребенка забирать, и он бегом бежит и забирает ребенка. А когда я что-то прошу девочки, мальчики, не делается, я его прошу, пожалуйста, там поставил мебель в коридоре, да, говорю, поднимай этот мебель к стене, там, чтобы кошачий домик, короче, где коты в туалет ходят, чтобы засунуть под этот мебель, ну, чтобы было пространство. Я уже месяц прошу, не делается, я сделаю в авто, так и не сделал. Ну, короче, то, что я прошу, не делается. У нас вот такое состояние, что он меня просит, чтобы все пополам платить, да, хотя я ему плачу за квартиру, за воду, за лестницы, короче, еду покупаю. Он хочет, чтобы я еще с ним платила налоги, короче, пополам, да, и свет, то, что осталось. И, короче, то, что он взял на свадьбу, 4 тысячи евро, да, долг, чтобы свадьбу справлять, и то, что он это платит. Ну, пока он это каждый месяц платит, я собираю деньги на отпуск. Я ему объясняю, ты, я собираю деньги на отпуск, а ты даешь это. Я ему сказала, ты летом, я тебя повела в Россию, за что ты поехал, конечно же, за эти деньги, что я собирала. Ну, короче, я не знаю, сколько это выдержит мое тело, я не знаю, почему в данный момент я к нему не чувствую ничего, просто ненависть, не знаю, почему. И я бы с удовольствием развелась бы с ним, я вам честно говорю от души, но есть одна проблема. Если я с ним сейчас начну разводным процессом, короче, их много, я одна, они все на меня нападут, они все, я боюсь, не смогу я выдержать психологически это всё. А потом у нас был скандал неделю назад, и неприятно было, конечно, я ещё больная была. И что мне не понравилось, когда он начал, он сидел на диване и начал кричать, не бей меня, не бей меня. Я так встала, знаешь, и он у меня ещё телефон забрал. Это было в том сказано, что если я бы вызвала, например, ментов, да, за то, что он пьяный это делает, чтобы соседи услышали, типа, я его бью. Если менты приезжают, они же спрашивают у соседей, вы какие-то голоса слышали, да, а они скажут, да, он кричал, не бей меня, не бей меня, да. Жаль, что в это время он просто у меня телефон забрал, не давал, так бы сняла бы видео, я бы вам показала бы, конечно, это смешно. И я сейчас думаю просто от этого человека, что можно ожидать. Я знаю одно, если я сейчас начну с ним разводиться, они могут меня просто психологически убить, потому что его мама, его братья, все пойдут против меня, и они выиграют психологически, да. Потом у меня просто денег не хватит, снимать квартиру и жить с сыном, только хватит за квартиру заплатить и за услуги. И я не хочу работать, себя убить и только, чтобы жить, проживать и мучиться. Кого-то взять в квартиру я не смогу, я психологически не готова, не знаю, что делать. Короче, мне тяжело, и я бы сейчас с удовольствием, даже не хочу идти на работу. Я на выходные прихожу домой, телефон кидаю в тумбочку и не хочу ни с кем разговаривать. Вот такое состояние. И я психологически, я бы, честно говоря, вот вы не поверите, я бы хотела пролежать ну хотя бы где-то 20 дней в больнице, чтобы меня обследовали, чтобы забрали телефоны, чтобы не было ничего, ни интернета, ничего, чтобы они меня с ног до головы обследовали и помогли мне психологически быть сильнее. Мне очень тяжело, и поэтому... не знаю. А сейчас у меня идёт с ним вот такая штучка. Я знаю, что я проиграю, потому что я всегда проигрываю. Я ему говорю, ну если твоя бывшая хочет, чтобы ты с ребёнком каждый среду привозил, спал, чтобы она спала, чтобы ты отвёл в школу, потому что она же рано идёт работать. Говорю, значит, тогда понедельник не твоё время идти за ребёнком. Идёшь, потому что ты в среду не берёшь ночевать, поэтому ты идёшь понедельник, ты идёшь среду, да, с ребёнком бываешь, и пятницу, когда она в футбол играет, ну, короче, неделю три раза он своей дочкой и делает как бы услугу своей жене, да, бывшей. А получается то, что я прошу, ничего не делается. Я не знаю, что делать, честно. Я иногда не хочу не работать, не знаю. Я не знаю, куда. Я бы хотела бы уехать куда-нибудь и разобраться с мыслями. А если я ему говорю это всё, он думает, что я против ребёнка иду. Я против ребёнка не иду, я иду против её мамы, потому что она неблагодарная свиня. Я не смогу забыть то, что за мои хорошие дела на меня суд подали и сама проиграла. Сейчас она в поисках жениха, всё, мы должны, короче, всё терпеть, да, плюс он ещё плодит каждый месяц 400 евро. Короче, не знаю, помогите мне психологически восстановиться, быть сильнее. Дайте советы, пожалуйста. Может, я как-нибудь научу жить. Извините, что видео такое, но иногда надо, ну, иногда надо даже знать, что творится в человеке. Ну, что, но то, что мне очень тяжело, это, да, честно. Спасибо вам большое за всё. Я вас всех люблю, целую. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok